Сегодня подвели итог работы за прошлый год, задача на следующий год по госзакупкам. Очень большой объем мероприятий, с учетом начала большой работы по нацпроектам, мы понимаем ответственность, понимаем объем мероприятий, которые будут проводиться. Также вы знаете, у нас уже на подходе несколько крупных мероприятий, это строительство детской областной клинической больницы, это западный мост, мы находимся в стадии доработки документации, оказалось, в общем, требования, которые на федеральном уровне сформированы, сейчас полностью включены и учтены в документации. И в этой связи, проанализировав всю работу, можно сказать, что, наверное, есть над чем работать, есть и позитивные, и негативные факторы, которые влияют на наши показатели, но важно одно, я хотел бы сказать, что мы значительно улучшили соположение дел за 2016, 2017, 2018 год, уже по итогу 2018 года. Особенно это прошло в отрасли здравоохранения, у нас прошла большая экономия, больше 20% по закупке лекарственных препаратов, у нас активно используется процедура по совместным торгам, когда объединяются в один лот аналогичные закупки по направлениям от разных участников этих закупочных мероприятий. Мы, проанализировав всю нашу деятельность, пришли, наверное, к такому сейчас заключению, к предложению организовать самостоятельный орган, который будет заниматься администрированием по 44-му закону. И мы тоже понимаем, что в муниципальных образованиях управляющие, которые отвечают за проведение государственных закупок, они являются, ну, так сказать, квалифицированными работниками, но количества их недостаточно, чтобы выполнять на должном уровне эти функции. И сегодня мы сравнивая численность управляющих в министерствах, в ведомствах с численностью сотрудников подразделения по обеспечению госзакупок, мы тоже говорим, что, наверное, требуется корректировка этого соотношения, либо централизация этой вертикали, чтобы она была максимально прозрачной, и, собственно, участники этого рынка, которые хотели бы быть поставщиками товаров, услуг для Тверской области, тоже понимали все правила и условия заранее. И наше пожелание сейчас с юристами, мы понимаем, что федеральное заказательство впрямую этого не разрешает, но мы хотели бы это реализовать, чтобы все обладатели, так сказать, контрактов были налоговыми резидентами Тверской области. Потому что для нас это важно, чтобы налоги платились на нашу территорию и налоги заработной платы платились на нашу налоговую территорию. Ну и для того, чтобы все шло по плану, мы такое решение сейчас приняли предварительное. Сделаем план-график по проведению 80% закупок в первом полугодии. Тогда у нас уже будет больше маневра во втором, и, соответственно, наш календарь событий уже будет более предсказуемым и более корректным. Спасибо.